Дэвид, приятно видеть вас снова. Вот уже два сезона вы танцуете в Большой. Каковы ваши личные достижения за это время? Сейчас я говорю по-русски, чуть-чуть, шаг за шагом. Я полюбил Москву. Теперь у меня здесь больше друзей. И, конечно, самое главное, моя работа. Многому научился у педагога Александра Ветова. Это было невероятно продуктивное время, и как артисту мне было очень интересно. Просто великолепные два года. По поводу вашего русского. На вручении премии Бенуа де ля Данс вы поразили всех страстной речью на русском языке. Как вам это удалось? У вас есть учитель, вы смотрите российское телевидение? Я занимаюсь педагогом, и еще я прошу всех в театре говорить со мной по-русски. Раньше всем хотелось попрактиковать со мной свой английский, но сейчас я настаиваю на том, чтобы говорили только по-русски. Я должен выучить этот язык, иначе это будет ужасно. Мне нужно больше практиковаться. Конечно, я был в ужасе, когда мне нужно было со сцены говорить на русском. Долго репетировал, но в итоге все равно все перепутал и сказал что-то вроде... Для меня я очень рад. Я знаю, вы владеете французским языком. Русский выучить сложнее? Он сложнее для меня, потому что по-английски все слова другие. Разница по-русски это... По-французски приходится каждое слово заново запоминать. Это сложно. Пользуйтесь французским языком в быту. Я могу заказать еду в ресторане. В магазине могу объясниться и вообще поддержать простой разговор. Но вести, например, философскую беседу о Ницше, Канте, Фрейде я вряд ли смогу. Вы пробуйте читать по-русски. Это, кстати, пришло первым. Как визуальный человек, я сначала начал изучать рисунок букв, потом стал понимать их значения. Я начал читать по-русски раньше, чем говорить. Какую последнюю книгу вы прочитали? Нет-нет, об этом речи пока нет. Все, что я могу прочитать сейчас... Захарова, Жизель, не знаю... Не Толстой еще пока. У вас уже были, кстати, выступления со Светланой Захаровой в Вашингтоне не так давно. Как вас приняли в Америке в составе Большого театра? Это было замечательно, вернуться домой. Я чувствовал, что все ждали меня. Хотели увидеть, чего же я достиг в Москве. Это очень ответственно, танцевать перед американскими зрителями. Меня встречали такими овациями. У вас много друзей в России сейчас, в сфере моды, искусства. Что вам еще интересно, помимо балета? Я люблю современное искусство, авангард. Давно этим интересуюсь, и теперь открываю его в России. Иногда даже становлюсь участником. Я ведь не музейный экспонат, танцующий только классические балеты. Маркас Пада, Аннегина, Джона Кранко. Это очень драматичный ролик. С большой психологической глубиной. Как вы готовились к этому, кстати? Перечитывали Пушкин? Конечно, я перечитал Аннегина. Правда, я делал это по-английски. Все равно чувствовалось силы эмоций, заложенных в этой книге. Я должен был найти своего Аннегина, понять, что он чувствовал в каждой сцене, и быть достоверным в исполнении его. Все прыжки и пируэты очень сложны, но сам портрет и его достоверность не менее важны. Это как Альберт в Жизеле. Если нет этой честности, то созданный образ не наполнен и не трогает аудиторию. Если вы посмотрите на танцоров прошлого, они всегда были максимально честны с публикой. Туарис, я прошла, что вы не знаете, что вы не знаете. Это не только Аннегин, это вообще, наверное, свойство человеческой натуры. Человек любит принимать все как должное. И Аннегин принимает любовь Татьяны как что-то само собой разумеющееся. Сейчас мне нравится путешествовать, любить женщин, быть холодным и равнодушным красавцем, как бы говорит он. Но со временем он понимает, что ошибался и не ценил того, что имел. Люди взрослеют и понимают, как важно ценить то, что у них есть. Вот, что я открыл для себя в Аннегине. Вернемся к гастролям в Нью-Йорке. Какие чувства вы испытываете перед турниром? Очень волнительный. Я танцую в Американском театре балета более 10 лет. И публика наблюдала за моим ростом в этом театре. Потом я исчез на какое-то время. Уехал в Москву, и я думаю, что всем любопытно увидеть, что я здесь делал, чего достиг. Это ведь необычное видит танцора, который не принадлежит школе Большого театра, но танцует в нем. Но это не Холдок с Большим танцой в Нью-Йорке. Это Большой гастролирует в Нью-Йорке. А я премьер этого театра. На всех американских телеканалах вас всегда, наверное, спрашивают о России, о политической ситуации в вашей стране. Я стараюсь публично не высказываться на эту тему. Могу, конечно, что-то обсудить со своими друзьями, но никогда публично. Но я уверен, что искусство — универсальный язык, который стирает границы. Талант есть талант. Неважно, русский ты, американец, кубинец или китаец. Есть дар, неважно, откуда артист родом. Есть дар, и этим надо делиться. В Америке или в России, неважно, где угодно в мире. И я признателен Большому театру, Сергею Филину, Владимиру Урину, что они разделяют эту мою позицию. Помните ли вы тот момент, когда вообще впервые узнали про Большой театр? Это была видеокассета. Маленьким мальчиком я увидел балет «Спартак». Не помню даже, кто танцевал, но меня это поразило. Это воспоминание всегда со мной. И вот сейчас, беседуя с вами, я осознаю, как же здорово быть частью всего этого. Сколько вам было тогда? 11 лет. Если бы в тот момент вам сказали, что вы будете звездой в этом театре, поверили бы вы? Никогда. Но вы здесь сейчас, российская публика вас любит. Надеюсь, будете дальше радовать поклонников балета своими выступлениями. Спасибо. Это были очень плодотворные два года, и все в Большом театре сделали мое пребывание в Москве очень комфортным. Я очень благодарен и счастлив, что состоялся здесь, как артист. Спасибо и удачи на гастролях. Спасибо большое. Спасибо. Плажаю.